Всем привет! Сегодня 19 марта и у меня сегодня день просто такой будет очень насыщенный. Сейчас я начинаю этот влог уже довольно поздно, сейчас, наверное, часов уже 5. До этого у меня времени вообще не было даже оторваться от компьютера, было очень много работы. И было очень много работы, в частности, из-за того, что сегодня я анонсировала свой новый проект онлайн школы визажа. Если вы еще не знаете, что это такое, я обязательно оставлю ссылку. Но очень долго я его готовила, старалась каждый урок продумать. И я, конечно, очень надеюсь, что вы в этом заинтересуетесь, вам это будет интересно, понравится. В общем-то, да, жду ваших комментариев. Где-то недельки через две я, ну, после выпуска вот этого первого видео, я собираюсь сделать онлайн-трансляцию и буду отвечать на какие-то вопросы, может быть, больше буду рассказывать о курсе. В общем-то, да, сегодня стартовал этот курс. Пока комментарии очень позитивные, огромное вам за это спасибо. Мне просто безумно приятно, что вы так позитивно откликаетесь на все проекты, которые я создаю. В общем-то, да, это просто не может не радовать. Вторая очень классная новость заключается в том, что сегодня годовщина моя с Никитой. И сейчас я уже практически на 90% собрана. Мы собираемся ехать праздновать. И мы, в общем-то, выбрали такой очень нестандартный метод отпраздновать наш праздник. Сегодня, кстати, уже 9 лет, как мы вместе. Аж не верится вообще, как будто все так быстро прошло. 9 лет кажется такой какой-то огромной просто цифрой. Но на самом деле все прошло очень быстро. Я даже не заметила, как это время пролетело. Так вот, как мы, собственно, собираемся отпраздновать? Мы сейчас отправляемся на такой квест, наверное, можно так сказать. То есть есть такая штука в Одессе, называется Escape Room. Я не знаю, знаете вы об этом или нет. Короче говоря, это такая комната, куда помещают команду от 2 до 4 человек. И закрывается эта комната, и вам даются какие-то подсказки, какие-то там еще что-то. И главная задача это выбраться из той комнаты. В общем-то, все по принципу пилы. Ну, наверное, не все так страшно. Ну, я надеюсь, что не все так страшно, как в пиле. Но, тем не менее, там какие-то предметы, какие-то подсказки. Что-то, короче, как-то оно все так обыграно и подстроено, что вы в своей команде как бы решаете эти головоломки и пытаетесь выбраться из этой комнаты. На все про все вам дается час. И, в общем-то, да, вот этот час по отзывам пролетает просто молниеносно. И я не знаю, можно ли там снимать хотя бы хоть какой-то кусочек снять. Я думаю, что, скорее всего, наверное, нельзя. Но, тем не менее, я постараюсь вам показать по максимуму то, что смогу. И вот покажу вам на компьютере. Вот называется эта штука мышеловка. Здесь вот правила, как играть. И здесь есть несколько комнат. Сейчас готово только хоррор-сиркус, то есть цирк ужасов. И второе детективное бюро. Мы выбрали именно вот это детективное бюро. Это мне показалось какое-то сильно страшное. Даже не страшное, а стрёмное какое-то. В общем-то, да, мы выбрали детективное бюро. И там смысл в том, что вот, надо понять, куда исчез, куда так внезапно исчез из города вот этот детектив, в общем-то. Так что будем пробовать. Не знаю, понравится, не понравится. Обязательно вам отчитаюсь. И последняя новость сегодняшнего дня. Это новый цвет моих волос. Я не знаю, как вам видно или не видно. Но я перекрасилась, тоже подстриглась. Мне, честно говоря, как-то, я не знаю, я сомневаюсь в том, нравится мне такой цвет или нет. Это именно то, что я как бы хотела. Я хотела более такой тёмный, холодный, русый оттенок. И мне кажется, что это именно то, что вот как бы я и хотела. Но, тем не менее, мне кажется, он мне не идёт настолько, насколько шёл именно такой блонд. И даже, наверное, больше тёплый блонд, чем холодный. Мне кажется, этот холодный оттенок, он делает моё лицо каким-то серым, каким-то менее живым. Вот сейчас, вот, конечно, я там с косметикой, может быть, не так сильно понятно. Но вот когда особенно я без косметики, у меня такое впечатление, что у меня кожа становится какой-то серой. Какой-то вот общий вид какой-то такой, никакой. И да, ещё тоже подстриглась. Стрижка как-то мне тоже в этот раз что-то не очень как-то понравилась. Мой мастер всегда так аккуратно меня подстригает, как бы так волосок к волоску. Прям так оно красиво всё струится, как-то очень классно. А в этот раз у меня такое впечатление, что она меня как с садовыми ножницами какими-то так хобыст, хобыстом пообстригала. И как-то местами довольно видно, в общем-то, такие чёткие, в общем-то, как отрезанные волосы, такие прям чёткие куски. В общем-то, мне это как-то не очень нравится. Я сегодня очень много продуктов использовала для укладки, поэтому, мне кажется, они лежат сейчас очень даже неплохо. Но вчера я пришла после салона, и я аж расстроилась. Мне как-то вообще не понравилось то, что я увидела в зеркале. И в салоне ещё казалось вроде как ничего, то есть как обычно. А сегодня с утра я смотрю, и вчера вечером я смотрю, волосы какие-то такие прилизанные, как будто их стало очень мало. В общем-то, да, как-то я не очень сильно мне понравился, понравилось то, что мне сделали. Но, тем не менее, вот скажите, как вам, вот, как вам кажется, вот больше холодные цвета мне идут или всё-таки тёплые? Мне всё-таки кажется, что тёплые. Ну, не знаю, всегда, когда я на YouTube что-то спрашиваю, там, сказать, что мне больше идёт, всегда всё делится 50 на 50, кто-то мне говорит, что мне лучше холодные оттенки, кто-то говорит, что мне лучше тёплые оттенки, кто-то мне вообще говорит, зачем ты перекрасилась с рыжего цвета. В общем-то, сколько людей, столько мнений. Ну, лично мне, вот, мне кажется, что более тёплые оттенки мне к лицу. В общем-то, да, погода сегодня, конечно, вообще отвратительная, вот как назло. Всё, идёт дождь, всё серое, всё вот так вот вообще просто, фу. Поэтому, да, в общем-то, будем спасаться сегодня какими-то помещениями. Сначала поедем на ту игру Escape Room, а потом, наверное, где-то поужинаем в каком-то ресторанчике. Туда я тоже обязательно вас возьму. И давайте, раз уж такое дело, покажу вам свой аутфит. Вот сейчас довольно неплохо, я думаю, видно. Я довольно просто сегодня оделась. Такая обычная белая тоненькая хлопковая рубашка. Она довольно свободного такого типа, свободного покроя. Заправила её спереди вот в такую вот юбочку. Это тоже очень тоненький такой джинс. Мне очень нравится вообще, как она выглядит. Сзади рубашка у меня, я оставила её вот так вот на выпуск. И что ещё? Внизу колготки. Я пока ещё в тапочках. Ещё какие-то будут туфельки, наверное. Ну да, вот это мой аутфит на сегодня повесил. Тоже такую штучку сюда. А вот съёмка! И вот так вот будет выглядеть мой образ в целом. Я ещё надела пальто такое чёрненькое, шарф чёрный. Сумка тоже моя. И на ногах у меня мои ботиночки вот такие вот, полуботиночки с шипами. Мне кажется, я одета немного не по погоде, но кого интересует вообще погода, когда ты хорошо выглядишь? А Сэмик там скулит и просит кушать. Сэмик, ты уже кушал? Ты забыли? Ты уже кушал? Явно забыл. А чтобы Сэмик не скучал, у меня для него есть небольшой сюрприз. Сэмик, сидеть, сидеть. Веди себя хорошо сидеть. Нет, сидеть. Веди себя хорошо, ничего не порти. Не шкодь, не скучай. И мы скоро будем. Держи, держи. Ну всё, теперь собаку будет чем заняться. Судя по навигатору, мы почти приехали, поэтому сейчас будем смотреть, что это такое. Мы нашли, заходим. Ну что, мы только что вышли из нашей мышеловки, получили вот такие вот призы. Мы прошли, ура! Мы справились. Нам сказали, что мы очень сложная команда и что очень так хорошо, красивенько шли по всем заданиям. Нам очень понравилось. Мне, по крайней мере, тебе понравилось? Да, было круто, конечно. Очень прикольно вообще. Там комната, которая полностью обставлена. Если представить детектива 50-х годов в Америке, то там вот заходишь, да, он Тони. Заходишь, там стол его, печатная машинка, там телефоны какие-то. Всё так, как в интерьере, как обычно было бы, наверное, у такого детектива, какая-то картотека там у него с какими-то людьми, с которыми он там вёл дела. Туалет-душ. Туалет-душ, да. То есть ничего такого экстраординарного, в принципе, в комнате нет. И игра заключается не в том, чтобы просто тупо искать, где же вот там спрятано. А всё построено на логике. То есть тебе нужно найти сначала что-то, чтобы это что-то применить для того, чтобы открыть какое-то там тайное, потайное отсек, и там уже будет ключ. То есть я думала, это больше рассчитано на то, что ты как бы вот просто механически ищешь, где там они спрятали ключи. Ну, в общем-то, мне вообще безумно понравилось. Действительно, надо включать логику. И, наверное, лучше, когда всё-таки 4 человека, потому что можно разделиться и можно как-то разделять задания быстрее. Наше время было 51 минута. То есть мы на 10 минут справились раньше. В общем-то, а-а-а, супер! Я так рада, вообще очень интересно. Все, в общем-то, кто в Одессе, очень советую. Есть вот эта мышеловка на Садовой. И есть ещё какое-то аналогичное тоже, аналогичное заведение. Я не помню точно, как оно называется. Бункер как-то? Нет, не бункер. Ты не помнишь, я тебе говорила? Ну, что-то с хоррором. Да, там... Ну, короче говоря, мы выбрали это, и я не пожалела. Очень классно. Нас приглашали ещё на цирк. Сказали, что там ещё более интересно. Ну, короче говоря, посмотрим. В общем-то, это мы уже заработали. Ира ещё вставит фотографии потом наши с автоматами. А, да, у нас ещё в конце, когда мы вышли, нас ещё одели, мы там, одели эти... Как их называют? Плащи. Плащи, вот. Плащи. Одели эти... Господи, у меня вообще слова заканчиваются. Такие шляпы. Шляпы, да. Одели шляпы, нам дали автоматы, мы там попозировали. Ну, мне очень понравилось вообще. Вот именно что-то такое необычное. И, да, в общем-то, всем рекомендую. Палец вверх. А сейчас отправляемся кушать. Да. Ням-ням. Мы приехали в моё самое любимое заведение в Одессе. Сейчас покажу вам, в общем-то, как оно выглядит. Меню здесь, как всегда, очень вкусно выглядит. Филе миньон очень вкусно. Медальоны из телятины с ягодным соусом тоже очень вкусно. Ну, давайте посмотрим, что тут есть ещё. Разное-разное меню. И здесь, кстати, вот прикольно нарисована корова и разные её части. И вот показано вот их типы стейков и с какой части коровы они делаются. Вот. Для тех, кто не знает, то очень-очень так удобно. И в той же степени прожарки, для кого-то, кто не знает. Мы тут сидим и пытаемся вспомнить все наши годовщины, где мы их отмечали и что мы делали. И, откровенно говоря, я уже половину не помню. Никита говорит, что на первую годовщину мы ездили в Тернополь в Аквапарк. А мне кажется, что мы либо были в Ровно, либо... Я ровно совершенно... Нет, мне кажется, нет. Мы в Ровно никогда не отмечали. Мне кажется, мы в Тернополь ездили уже на второй или третий год. Нет, может, не на третий, а может, на первый мы ездили в Киев, кстати говоря. В Киеве был такой ресторан, он, наверное, до сих пор там есть. Как он назывался? Он закрыт. Он уже закрыт? Да. Его закрыли. А как назывался? Какое-то итальянское название. Там еще было так забавно, там всегда хвастались или кто-то говорил, что шеф-повар этого ресторана готовил для Путина. Так это я вычитала. Я вычитала в интернете, что шеф-повар там был настолько крутой, что он готовил, был личным поваром какое-то время у Тома Круза, у Путина и еще у ряда каких-то людей очень известных. Это то, что я запомнила. Но было действительно очень вкусно. Как он назывался? Я не помню. Я тоже не могу вспомнить. Вот память. 9 лет. Кричатик? Нет, оно не на Кричатике, оно возле метро Арсенальска, по-моему, было. Да, недалеко от отеля. В отельном комплексе, нет? Нет. Короче, старость, не радость. У нас склероз. Всего 9 лет. Ну, для кого всего, для кого 9 лет это, наверное, довольно много. Но я считаю, 9 лет это довольно много. Я все-таки уже очень многого не помню. Особенно начало. Начало, может, еще немножко лучше помню. А вот где-то серединка, наверное, уже теряется. Я помню, так было забавно с этим Тернополем, когда мы приехали туда. И не знаешь же города совершенно. И как бы мы знали только улицу, где находится этот аквапарк. Вот, и сели в такси. В общем, пожалуйста, вот такая-то улица, нам надо в аквапарк. А это был ЖД-вокзал. И он нас повез как-то там какими-то дебрями. Мы долго ехали. Мы где-то с полчаса ехали. Может, минут 40 мы ехали. И потом, да, он нас таки довез. В общем-то, все хорошо. Мы покупались в аквапарке. Вышли и уже начали как бы идти обратно. Собственно, возвращаться как-то, ну, выходить на какую-то дорогу. Да, мы решили, мы тогда и посоветовались. Думали, будем брать опять такси или пройдемся, посмотрим город. И мы решили пройтись, думали, ну, давай пройдемся. Вышли уже с аквапарка, давай пройдемся. Заплатили, самое главное, кучу денег за такси. Да, заплатили мы довольно прилично денег за такси. И мы вышли с аквапарка, решили пройтись. Да, и оказалось, что, в общем-то, мы в пяти минутах пешком от того места, где мы сели в такси. Так что, да, в общем-то, пользуйтесь Google-картами, Яндекс-картами. Не повторяйте больше наших ошибок. Тогда такого не было. Да, тогда еще такого не было, так что совсем лохами нас назвать, наверное, нельзя. Да, тогда не было совершенно таких технологий, как сейчас. Так что, да, сидим, в общем, ностальгируем по былым временам, когда мы были еще молодыми. Ну, конечно, прям молодыми. Я тогда был таким пацаном еще, длинноволосым. Да, такие волосы у тебя были. Ну, ты волосы уже при мне отрастил длинные. Да, я начинал, когда мы начинаем встречаться. А тогда, когда мы начинаем встречаться, это где-то такое, как сейчас было. Да, да, наверное, да. Ладно, ждем еще свою еду. Ну, я, честно говоря, уже умираю с голоду. Просто хочется уже кушать. И еще вот принесли напитки наши уже. Мы сегодня просто бухаем по-жесткому. Миндальное латте. У меня 80% водки. Что у тебя вообще там? Водка с голодовиной. Да, нет, серьезно. Как оно? Морс. Клюквенный морс. Клюквенный морс. Ммм, мой кусочек мяса выглядит просто божественно. Вот это перечный стейк. А Никита себе решил взять филе миньон. Ну, филе миньон 100% очень вкусный. А перечный мы взяли, ну, так, скажем так, на попробовать. Класс. О, Никита мне подсвечивает. Боже, как у меня слюнки просто текут сейчас. Я сейчас захлебнусь просто. Наш вечер подошел к концу. И мы уже едем домой сейчас. Как по мне, то вечер был просто супер. Мне очень сильно понравилась мышеловка. Мы до сих пор там еще с Никитой обсуждаем какие-то моменты, которые там были. Не хочу рассказывать. Вдруг кто-то из вас пойдет, чтобы не испортить впечатление. Потому что, ну, не хочется раскрывать слишком много секретов, скажем так, от их комнат. Я знаю, что с Одессы меня многие смотрят. Поэтому, может быть, кто-то и пойдет. Спасибо вам тоже за то, что провели с нами сегодняшний день. Надеюсь, вам было интересно смотреть этот влог. Если так и было, то, конечно же, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И буду ждать вас в следующих своих видео. Пока!